И проектов централизованной библиотечной системы города, которые реализуются с помощью Кольской ГМК, есть весьма необычный. Он носит название «Литературный парк манчегорцам». В последние дни мая началась работа над его осуществлением. Читатели Центральной детской библиотеки провели субботник по очистке территории. Что будет в скором времени за ажурным забором, огораживающим парковый массив у библиотеки, выясняли наши корреспонденты. Ребята с удовольствием сгребали прошлогодние листья новенькими граблями и метлами. Сама природа решила поощрить их порыв и порадовала после довольно хмурого дня ярким солнечным светом. Ребята не новички в уборке территорий. Им уже доводилось держать в руках рабочий инвентарь. Мне не нравится, когда мусор валяется. Я стараюсь в мусорку выкидывать. Я убирала в школе на уборке территории. Мне нравится, потому что пахнет грибами. Мне весело работать. Чтобы дети радовались. Чтобы смотрели на сказочных героев, которые будут стоять. Во-первых, полезно для организма. Свежий же воздух. Во-вторых, работа группой, во-первых, быстрая и полезна для окружающих. Красивая. Проведенный субботник «Первая ласточка» в рамках реализации проекта «Литературный парк манчегорцем». Скоро здесь появятся клумбы и удивительные уголки, которые в хорошую погоду будут манить юных читателей, ознакомиться с новинками литературы на свежем воздухе. Идея литературного парка созрела давно, а вот к ее реализации никак не могли подступиться. Но, когда был конкурс социальных проектов ГМК, мы отдали проект и получили финансирование. У нас Центральная детская библиотека стоит на территории, которая 6 тысяч квадратных метров. Она не сильно красиво выглядит, мало густов, нет цветов. И поэтому у нас, конечно, хочется, чтобы наш дом стоял на красивой и ухоженной территории. Поэтому у нас тут в скором времени появятся игровые площадки, чтобы детям можно было где поиграть, песочницы, чтобы маленьким детям построить домики или еще что-то такое. Будем высаживать клумбы. Нам не раскрыли всех секретов литературного парка, ведь это сюрприз для юных читателей библиотеки. Но даже то, что удалось узнать, уже впечатляет. У нас много закупок в разных направлениях. И детские площадки в одной фирме, клумбы в Апатитах, заказываем цветы и кусты. Конечно, поддержка Кольской горно-металлургической компании не ограничилась только финансированием проекта. Будущий литературный парк вызывает у кураторов живой интерес на всех стадиях его реализации. Спрашивают, не нужна ли помощь, интересуются. Помощь оказывается у нас со всех сторон. Даже, например, на сегодняшнем субботнике дети с лицея, с приюта у нас работают. И грабли, которыми мы работаем сегодня, предоставлены теплоэнергосервисом. То есть помощь оказывается по нашей просьбе, не отказывается со всех сторон. Разумеется, для реализации проекта потребуются усилия не только сотрудников библиотеки и ее юных читателей. Возможно, родители ребят тоже захотят принять участие в возведении удивительного объекта, который порадует горожан ко дню рождения Манчегорска. Презентацию литературного парка планируется провести на празднике проспекта металлургов, а у нас во дворе 18 сентября. Причем работа над проектом продолжится. Так что у всех желающих есть возможность сделать доброе дело, потрудиться этим и следующим летом вместе со своими ребятишками на сооружении такого замечательного объекта, как литературный парк. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...